Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Markets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря данные по заказам на товары длительного пользования в США в 12.30 по GMT. После этого в 14.00 по GMT выйдет уровень доверия потребителей, индекс для оценки потребительских настроений и еще один индикатор общего состояния американской экономики. И под закрытие торговой сессии в 20.30 по GMT данные от Американского института нефти по запасам. Ну, честно говоря, этот релиз меня практически и особо не интересует, потому что некоторый, опять же, режим выжидательной позиции был занят еще несколько дней назад и в отношении нефтянки я продолжаю искать хорошие точки входа и хорошие фундаментальные возможности. С отсылкой, опять же, еще и на ассентимент. Ассентимент пока не подает очевидных либо однозначных сигналов, как можно действовать. Индекс доллара, друзья, 103.88. Из вчерашней статистики стоит отметить все данные по рынку недвижимости, в частности, разрешение на строительство новых домов. И здесь тоже позитивная динамика. На вебинаре вчера затронули тему того, что рынок недвижимости – это, пожалуй, один из самых наиболее чувствительных секторов к ключевой процентной ставке. А учитывая последние отчеты, динамика продаж, реализации домов, закладки фундаментов, продажи на вторичном рынке недвижимости – все эти индикаторы сейчас посылают позитивные сигналы, указывающие на то, что данный сектор американской экономики остается, мягко говоря, устойчивым. Он растет, прогрессирует и доказывает то, что потребители, по крайней мере, адаптировались к текущему уровню ключевой процентной ставки. Поэтому американский регулятор ведет себя так, как он ведет, позволяет сохранять ставку в высокой длительный период времени и неохотно сейчас анонсирует шаги по ее потенциальному снижению и, в принципе, смягчению монетарной политики. Мы на этом как раз отстраиваем наше долгосрочное представление о долларе. Прекрасно осознаем то, что рано или поздно американский регулятор начнет снижать ставку. Это произойдет. Либо, если точнее, не в июне, то позже, в третьем квартале. Но все равно в этом году ставку американский регулятор снизит. И тогда нам нужно быть готовыми к тому, чтобы начать активно шортить американский доллар. Но до этих пор, друзья, я считаю, что мы имеем полное право не отказываться от локальных возможностей, которые есть на рынке. Эти локальные возможности говорят о том, что рано еще отказываться от длинных позиций. Поэтому я транслирую идею того, что доллар может сохранить бычью динамику, легко превысить отметку 104 пункта, нацелиться на значение 105 пунктов и даже оказаться выше. Возвращаясь к отчету по рынку недвижимости, мы получили еще один индикатор того, что американская экономика в целом остается в очень хорошем состоянии. В эту пятницу выйдет индекс расходов на личное употребление. Я надеюсь, вы помните, что речь идет об индексе PCE. Один из основных индикаторов, или, как говорят аналитики, наиболее предпочтительных индикаторов для Федрезерва в оценке текущей ситуации с инфляцией. И если там будут сюрпризы, которые будут свидетельствовать о том, что инфляция продолжает расти, то тогда мы убедимся еще больше в том, что Федрезеру просто нужно удерживать ставку высоко еще какое-то время. Кстати, по прогнозам ожидается то, что показатели в годовом выражении останутся на прежнем уровне 2,8%. Но точно похожие же ожидания были и по промышленности инфляции ранее, и по основному индексу потребительских цен, а по факту мы увидели более высокие значения. Глава ФРБ регионального отделения ФРС Атланты Босич отметил, что он ожидает одно снижение ключевой процентной ставки. И это, пожалуй, первый представитель американского регулятора, за которым мы поглядываем, который стал разделять такую точку зрения. Еще в середине прошлого года Босич транслировал идею того, что американский регулятор снизит ставку трижды, и в конце прошлого года дважды. Сейчас из-за того, что инфляция снова демонстрирует признаки роста, посмотрите, как сильно меняются точки зрения. Ну, такая точка зрения, она является дополнительным попутным ветром, как бы для американского доллара, и создает условия для того, чтобы доллар пользовался спросом. По данным инструмента FedWatch Tools, вероятность снижения ставки в июне оценивается в 64%. Причем мы начинали эту неделю с показателем 68%. И в данном случае видим то, что показатель снизился на 4%. Сегодня заказан товар длительного пользования в 12.30 по GMT. Я ожидаю хороший отчет по прогнозам. Даже мы увидим прирост на 1,3%. Вроде бы как не так и много. Но если сравнивать с показателем двухмесячной данности, когда был зафиксирован спад на 6,2%, я думаю, что здесь можно сделать довольно оптимистичные выводы и предположить, что доллар способен получить поддержку на этом отчете. Золото 2172 доллара за тройскую унцию. Ситуация не изменилась. Сентимент не дает сигналов. Мы ориентируемся на доллар, на доходность американских облигаций, а эти инструменты давят на позиции рынка для оценных металлов. Я за дальнейшее снижение. Европейская валюта против доллара 1.0841. Из новостного фона понедельника стоит отметить комментарий главного экономиста. Европейского центрального банка Филиппа Лейна. Я слежу за его риторикой, потому что она очень часто или практически всегда совпадает с риторикой главы Европейского центрального банка Кристин Лагард. И Лейн, что примечательно, сделал акцент на то, что темпы роста заработных плат существенно замедлились. И в целом это несколько противоречит тому, что мы ранее слышали от Лагард, который постоянно говорит о том, что заработные платы остаются повышенными. Не знаю, где на самом деле здесь правда. Я все-таки считаю, что нам нужно будет проверить эту информацию фактическими цифрами, показателями и, может быть, комментариями других еще представителей Европейского центрального банка. Но пока есть сигнал от Лейна о том, что снижение заработных плат будет также способствовать ослаблению инфляции и создаться условия для более раннего смягчения европейской монетарной политики. Большинство аналитиков считают, что ЭЦБ снизит ставку в июне. Но я полагаю, что раньше, потому что еврозона не в тех условиях, что в США. Рост европейской экономики 0,1%, при этом американская экономика выросла на 3,2%. И сравнивая, опять же, именно текущее состояние США и Европы, мы понимаем, что США могут позволить себе откладывать режим смягчения экономической политики. А вот еврозона вряд ли. Снижение основной сценарий и движение к цели 1,0750. Британская валюта 1,2642. Ждем данные по ВВП, которые выйдут в четверг. Ожидания крайне плохие. Скорее всего, будет подтвержденный фактор рецессии. 1,2642 котировки, цели движения в районе отметки 1,25. Доллар е на 151,36. Несмотря на сигналы от Минфина о том, что в любой момент могут быть задействованы интервенции, мы понимаем, что вряд ли Минфин пойдет на интервенции прямо сейчас. Потому что раньше были значения повыше, и Минфин, и Банк Японии оставались все в стороне. Скорее всего, нужно, чтобы курс оказался гораздо выше. И, например, на том целевом уровне, который обозначил я. 153 иены за 1 американский доллар. Основной триггер для ранее принятого решения купить, вопреки фундаментальному фону, это рыночный сантимент. Очень хочу, чтобы вы вместе со мной убедились, что работает такой способ анализа рынка, как психология трейдинга, когда мы оцениваем действия толпы и действуем, простите за тавтологию, против того, что делает большинство. Американский фондовый рынок, S&P 500, 5285 пунктов, цели 5300 и выше. И биткоин, соответственно, с нашим прогнозом, снова добрался до отметки 70 тысяч, сейчас уже 70 тысяч 500. Инвесторы продолжают, ну, точнее, после двухнедельной паузы. Снова активизировались, институциональные инвесторы снова загоняют деньги и средства в биткоины, те фонды. Может быть, это как раз отчасти связано с тем, что халвинг все ближе, а с другой стороны, вероятно, они увидели то, что последнее снижение было всего лишь коррекцией, теперь биткоин идет на новые максимумы. Их, собственно, и будем ждать. На этом все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.